Я читала три принцессы и танцевала зажигательное самбо. Яркие, красивые, харизматичные. На сцене одного из караоке-клубов Владивостока собрались юные таланты и талантища. Дети пели, танцевали, декламировали стихи. Некоторые из них заявлялись сразу в нескольких номинациях. Репертуар довольно пестрый. От хитов 90-х до современной отечественной и зарубежной поп-музыки. Радуга талантов уже несколько лет раскрывает потенциал юных артистов. В этом году организатор конкурса «Радио Лема» провела отбор из 70 детей. В финал вышло 33 конкурсанта. И вот они здесь, на галоконцерте. Финальный отбор длился несколько часов. Судьи, профессиональные преподаватели по вокалу, актерскому мастерству и хореографии не только оценивали выступления участников, но и давали ценные советы, а также подбадривали финалистов. Скрипка и флейт. Вот такой прекрасный дуэт нас ожидает. Костюм у вас просто великолепный. Настроение я тоже вижу очень-очень хорошее. После выступлений мучительный отбор. Дети с нетерпением ждут объявления результатов. Я надеюсь, что я выиграю. Я сильно старалась. Мое выступление прошло замечательно. Я не волновалась. Пою с двух лет. Смешные фамилии рассказывал. Мне очень даже хорошо. Я чувствовал себя очень хорошо и прелестно. Я даже думаю, что у меня есть шансы на победу. Я думаю, что я могу победить в этом конкурсе. Потому что я уже второй раз выступаю на Леме. У меня сегодня день рождения. Мне исполняется 7 лет. У меня сегодня самый счастливый день. В Соде совещается долгих 40 минут. Выбрать было крайне сложно. Я видела вот в этом мальчике. Я не буду ничего вам составлять, поменять свое решение. Я к тому, что я видела вот эту топорность и заученность. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. В категории художественное чтение первое место в группе 9-12 лет было отдано Екатерине Зеликовой. Из певцов лучшей стала 13-летняя Ника Терентьева. Ника не первый раз занимает призовые места в различных песенных конкурсах. И победа далась ей легко. Мне кажется, что я спела не очень. Могу лучше, потому что стоит больше готовиться к выступлениям, чем же за 30 минут. Я всегда так отношусь несерьезно к выступлениям. Вот я такой человек. Другим не так повезло. Федор Косаткин, прекрасно показавший себя на отборочных, в финале почему-то переволновался. Я считаю, что я справился, но не полностью. Но я буду исправлять свои ошибки. А в чем не справился? Я думаю, что я немножко волновался и сбился с темпа. А так все нормально. Победители получили сертификаты на посещение детского развлекательного центра «Игротопия», парк аттракционов «Карусель», детского центра «Тритон», приморского сафари-парка на услуги детской стоматологической клиники «Джордж Дентл Групп». Также ребятам вручили мороженое от «Энмарка» и наборы для рисования от магазина «Артмикс». Родителям пришлись по душе водоочистители «Колмарт», мясные наборы от «Надежды 95» и подарки от чая «Алаказай». Генеральным партнером выступил торговый центр «Манера». Остается добавить, что радио «Лема» продолжит добрую традицию и уже в следующем году «Радуга талантов» вновь засияет новыми именами. Катерина Матвеева, Сергей Тулатиев, Новости на Восьмом.